Во имя Отца и Сына, и Светлого и Духа, аминь. Рождественская проповедь, произнесенная Иоанном Златоустым 25 декабря 386 года по Рождеству Христову в Антиохии. Сегодня мы празднуем день рождения Иисуса Христа нашего Спасителя. То, что в древние времена желали увидеть патриархии, о чем томились, то, что было предвозвращено пророками и чего ждали праведники, осуществилось в тот день. Бог явился на землю во плоти и обращался между людьми. Варух 3, 38. Поэтому, возлюбленные, возрадуемся и возвеселимся. Разве Иоанн не взыграл в очреве матери своей Елисаветы, когда Мария навестила ее? Но мы, однако, сегодня смотрим не на Марию, а на самого новорожденного Спасителя. Поэтому мы должны намного больше радоваться и с изумлением смотреть на эту великую тайну, которая превосходит наше разумение. Как бы мы были удивлены, если бы увидели Солнце, сошедшее с небес, которое, двигаясь по земле, щедро рассылало бы свои благодатные лучи всем живущим? Разве случившееся не наполнило бы видящих его изумлением? А ведь Солнце всего лишь даятель видимого света. Теперь посмотрите и оцените, насколько важнее то, что Солнце правды посылает свои благотворные лучи, которые проникают через нашу телесную природу и освещают наши души. Я хочу привести три веских аргумента, из которых станет ясно, что именно в этот день наш Господь Иисус Христос, Божественное Солнце, родился как всякий человек. Первый аргумент я вижу в том, что этот праздник за довольно короткое время приобрел широкую известность, и очень многие одобрили его празднование. Гамалерил однажды сказал относительно благовествования, «Если это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его». Деянием апостолов 5 глава 38-39. Я дерзаю придерживаться такой же точки зрения в отношении сегодняшнего празднования, потому что оно от Бога. Вместо того, чтобы быть преданным забвению, этот день с каждым годом становится все более значимым и торжественным. В течение нескольких лет проповедь Евангелия распространилась по всему обитаемому миру, хотя проповедниками были делатели палаток, рыбаки, и совершенно простые, а порой малообразованные люди, которые повсюду несли благовествование. Простота и незначительность служителей Евангелия не играли никакой роли. Именно внутренняя сила Слова Божия, которую они провозглашали с присущей этому Слову властью, овладевала людьми и преодолевала всякие препятствия. В те дни, повествует евангелист, вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое в правлении Квериния Сирией, и пошли все записываться, каждый в свой город. Из этого следует, что Господь родился во время первой переписи. Всякий, кто желает прочитать в древних манускриптах, хранящихся в Риме, об этой переписи, можно точно узнать, когда она проводилась. Но вы скажете, какое это имеет отношение к нам? Ведь мы не живем в Риме и не собираемся туда идти. Однако послушайте внимательно и не будьте настолько неверующими. Об этом празднике нам известно от людей, проживавших в Риме и точно знавших об этом событии. Именно римляне, которые уже долгое время отмечают Рождество, в соответствии с давними преданиями, теперь сообщили о нем и нам. Часто случается, что люди оставляют город, в котором они родились, и переезжают в другой, далекие от места своего рождения. Так сделали и Иосиф, и Мария. Хотя они были гражданами Вифлеема, они оставили этот город и переселились в Назарет. Но Христос родился в Вифлееме. Таков был план божественного провидения. Указ императора Августа, согласно которому каждый должен был записаться в своем городе, вынудил Иосифа и Марию прийти в Вифлеем. Именно на это событие ссылается евангелист в своем описании, приведенном выше. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обреченной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Лука 2, 4, 7. Итак, возлюбленные, вы увидели принципы и власть божественного промысла, который осуществляет свои намерения не только через верующих, но и через неверующих, для того, чтобы те, кто пренебрегает благочестием, узнали силу и всемогущество Божие. Звезда привела волхвов с востока, а императорский указ привел Марию в ее родной город, который был издавна указан пророками. Это путешествие также доказывает, что и дева была из дома и рода Давидова. Ибо если она по роду происходила из Вифлеема, тогда ясно, что она также была из дома Давидова. Евангелист уже сказал нам об этом в приведенном ранее тексте. Мы читаем. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Здесь говорится о происхождении Иосифа, и ничего не сказано о предках Марии. Итак, чтобы вы не сомневались и не мучились вопросом, происходит ли она из дома Давидова, послушайте, что сказано об этом раньше. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Лука 1, 26-27. Следует полагать, что прилагаемая фраза из дома Давидова относится к деве. Итак, здесь сказано и о происхождении Марии. Теперь ясно, почему указ или декрет, который привел Иосифа и Марию в Вифлеем, был издан именно в то время. Сразу же по прибытии в город родился Иисус. Теперь мы начинаем понимать, почему он вынужден был находиться в Ясляху, потому что люди в то время со всех сторон спешили в Вифлеем на перепись и как результат испытывали большие затруднения в поисках жилья. Именно там Иисусу поклонились мудрецы. Однако я приведу еще одно доказательство. Третье, более ясное и убедительное. Я попрошу особого внимания, так как я должен довести до вашего сведения данные подробных исследований и выдержки из древних законов с тем, чтобы моя проповедь во всех отношениях была понятна и легко воспринимаема. Я начну с более отдаленного времени, когда Бог вывел еврейский народ из этого жалкого положения в Египте, освободив их от тирании чужеземного царя, они все еще оставались под властью остатков языческих идей и образов и с восхищением вспоминали огромные и величественные храмы. Учитывая их слабость в этом отношении, Бог позволил им построить храм, который не только своими драгоценными материалами и искусством художественного оформления, но также своим планом и построением затмевал все существовавшие храмы в мире. Здесь Бог обращается со своим народом как нежный, любящий отец со своим сыном, который после долгого времени возвратился к отцу, хотя и прожил распутно среди нечестивых, разратных и беспутных друзей в шумных пирушках и попойках. Любящий отец наделил возвратившегося сына еще большим богатством. Отец сделал это для того, чтобы сын, если и подвергнется искушению, не вспоминал прежние обстоятельства своей жизни и не желал возвращения. Именно так Бог поступил с израильтянами. Он знал об их увлечении внешней красотой и предоставил в их распоряжение нечто более великолепное, величественное, чтобы у них не появлялась и мысли о возвращении в Египет ко всему тому, что они видели там. Вот почему Он допустил строительство храма, в котором отразились образы как естественного, так и сверхъестественного миров. Мир состоит из неба и земли, а между ними видимые небеса, которые выполняют роль перегородки. Подобным образом был устроен Иерусалимский храм. Он был разделен на два отделения и между ними висела завеса. Помещение снаружи завесы было доступно для всех, а внутренняя комната была закрыта и в нее мог входить только пересвященник. Это не мое личное мнение, но истинный факт. Храм представлял собой полную картину мира. В качестве доказательства послушайте, что Павел пишет в связи с вознесением Христа. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинно устроенное, но в самое небо» Евреям 9.24. И сказано видно, что это святилище является образом истинного святилища и что завеса также отделяет святое святых от внешнего святого места, точно так же, как небеса отделяет то, что над ними и от того, что находится на земле. Такое устройство также дает некоторое объяснение, почему Бог называет небо покровом. А в другом месте, где апостол говорит о надежде, которую мы обладаем, он называет ее якорь безопасный и крепкий, который и входит во внутренней ищет за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус. Евреям 6.19.20. Понятно ли теперь, что он называет небеса завесою? Далее, перед завесой находились светильник, стол и медный жертвенник для всесожжений. Но внутри, то есть за завесой, стоял ковчег завета, обложенный со всех сторон золотом. В ковчеге находились скрижали завета, золотой сосуд с манной и жезла аронов расцветшей. Кроме того, за завесой находился золотой жертвенник курений, который не служил для принесения всесожжений с кровью козлов, тельцов и волок. Это был жертвенник благовонных курений. Во внешнюю часть вход был доступен всем, во внутреннюю же часть разрешалось входить только первосвященнику. И вот вам доказательства. Павел говорит, и первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Он называет внешнюю скинию святилищем земным, потому что все люди имели туда доступ. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй же завесой была скиния называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд сманную жезл ааронов, расцветший из крижа Ализавета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилищи. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа евреям 9.1.7 Теперь вы понимаете, что за завесу входил только первосвященник один раз в год. Но вы скажете, какое отношение все это имеет к настоящему времени? Почему я привожу все эти сведения? В чем здесь причина? Когда Мария зачала, прошло уже шесть месяцев с того времени, как Елисавета зачала Иоанна. Если бы мы знали, какой был шестой месяц, тогда бы мы узнали, когда Мария зачала. Зная это, мы довольно легко могли бы вычислить, когда она родила, простым прибавлением девяти месяцев от времени зачатия. Но мы не знаем шестого месяца беременности Елисаветы. Прежде всего, мы должны знать, когда она зачала. А как нам узнать, в какой месяц она зачала? Нам станет это известно, если узнаем, когда Захария, ее муж, получил откровение. Что об этом сказано в Священном Писании? Евангелие повествует, что ангел принес Захарии благословенную весть о рождении Иоанна Святой и Святых. Далее из Священного Писания мы определенно знаем, что Пересвященник входил в Святой и Святых только однажды в год. Поэтому, зная, в какой месяц он входил, мы точно можем узнать время, когда Захария получил эту благословенную весть. И таким образом мы узнаем, когда Елисавета зачала. Павел уже сказал нам, что Пересвященник входит в Святой и Святых только однажды в год. Тоже заявляет и Моисей, описывая следующее. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил в Святильще за завесу предкрышку и на ковчеге, дабы ему не умереть. Левитам 16,2 И далее. Ни один человек не должен быть в скине и собрании, когда входит он для очищения Святильща до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, Левитам 16,17,18. Из этого следует, что Пересвященник не входил в Святое Святых, когда ему вздумается, когда же он находился Святом Святых, никому не разрешалось ни входить, ни быть с ним. Все должны были находиться вне, то есть за завесой. Хорошо? Запомните это. Продолжение следует. Может, продолжим после Евангельской Психи? Ну, естественно. Психи.